Таллица Александр Шувалов Некто по имени Никто Роман Скандинавия 2000 и какой-то год Конец лета Он прошел, не снижая скорости поворот И на выходе из него еще прибавил газу Как учили Глянув в зеркало заднего вида Все без толку Расстояние между ним и преследователями не увеличилось Скорее даже наоборот Машины у тех были явно не хуже А водители повыше его классом А потому на личную жизнь и прочие мелкие глупости времени Оставалось совсем ничего Минут 10 в лучшем случае За проведенные в поле годы Приходилось работать по-разному Порой достаточно жестко Но уходить после этого он привык тихо Без лишнего шума Погонь со стрельбой Беготни по крышам и прочего Ненужного героического героизма Как правило, именно так и получалось Все прошлые годы Но не в этот раз Зарядил дождь Он включил дворники Усмехнулся Ситуация почти один в один Напомнила кадры из фильма его юности Определившего его дальнейшую жизнь Было такое скромное черно-белое кино Если помните Без пальбы, очередями по всему живому И спецэффектов С одной-единственной вялой драчкой Ближе к финалу Не помните, уверен А персонально его тогда Зацепило вот это Мы неизвестны Но нас узнают Нас почитают умершими Но мы живы Нас почитают обманщиками Но мы верны Он посмотрел картину раз десять И каждый раз, выйдя из кинотеатра Подолгу бродил в одиночку По улицам маленького южного городка Размахивая руками Что-то бормоча под нос Примерял, так сказать, на себя Личину и судьбу Того невзрачного полноватого человека Представлял, как спасет мир Как отважно прикрывает отход своих И, наконец, попадает раненым в плен Как спокойно и чуть иронично Держится на допросах Потому что точно знает Родина помнит И обязательно придет на помощь Боже мой, как давно это было Он действительно попал в разведку Так получилось Только вот пафоса с романтикой И прочих розовых соплей Там не оказалось Да и живущую в нем самом Подобного рода чепуху Сдуло, как пену с кружки с пивом Вся эта дурь ушла Сразу после первой же командировки Только в глубине души Где-то на донышке Все равно осталось это Нас почитают, а мы все равно А иначе в разведке Особенно в поле просто нельзя Романтиков хоронят молодыми Или же они быстренько во всем И сразу разочаровываются И тут же уходят куда подальше В бизнес, например Или в бессрочный запой Холодные прагматики Сходу въехав, что к чему Оседают в высоких кабинетах И оттуда уже спускают Профессионалам директивы На тему Как все-таки надо жить и работать И только те, кто сумел Сохранить себе Самую малость от того Несмотря и вопреки Продолжают вкалывать, как Карлы За растрату в поле Или, как сейчас модно говорить На холоде Прекрасно осознавая, что Никто никогда не придет на выручку В случае провала Не раскроет отчизны объятий Не угостит экологически вкусным Березовым соком без мякоти И тем не менее Останется при этом родиной Придавать которую ни в коем случае Не следует Знавал он тех, кто думал И поступал иначе Никогда не стремился Стать им судьей У каждого Своя правда И своя дорога в жизни А вот палачом Разок сработать Все-таки пришлось Точнее Исполнителем Глянул на часы Пора Однако Достал из бардачка телефон Набрал по памяти номер Дождался соединения И тут же принялся Нести какую-то чушь Закончив Блажить Набрал заветную комбинацию Цифр и знаков И выбросил трубку в окно Самоуничтожаться За все это время Преследователи Приблизились еще ближе И катили уже Метрах в 150 Он сбросил скорость И закурив Поехал себе Никуда уже не торопясь Вскоре остановился Потому что двигаться дальше Было просто некуда Дорогу перед ним Перегородил грузовик И несколько полицейских легковушек Ехавшие позади Тоже остановились И повторили маневр Перекрыв дорогу На всякий случай Если он решит Продолжить игру в догонялки Он медленно и печально Докурил сигарету И с полнейшим презрением К общеевропейским Культурным ценностям Выбросил окурок в окно Усмехнулся Ситуация чем-то напомнила Кадры из того самого Фильма его юности Не могу ли я быть Вам чем-нибудь полезен Мистер Лонсфилд Помнится Поинтересовался У главного героя Пожилой Унылого вида мужик Больше похожий На школьного учителя Нежели на шефа полиции Можете С легкой улыбкой Ответил тот Прошу занести в протокол Что при аресте Я не оказывал сопротивления Выключил мотор Вылез из машины И остановился Посреди дороги Невысокий толстенький Очкарик Затравленный И до нельза Испуганный Снял очки Зачем-то протер Пальцами стекла И водрузил их На прежнее место Посмотрел на людей В полицейской форме И в штатском Наставивших на него Оружие Тяжко вздохнул И поднял руки Я сдаюсь Пропищал он Пожалуйста Не стреляйте Трое в штатском Притиснулись Между автомобилями И решительно Направились к нему Молодые Рослые Мужики В одинакового Покроя Строгих костюмах Похожий на викинга Из сак Суровый Блондин Слева Рыжеволосый Здоровяк Справа И черный Как ночь В шахте Афро Скандинав Посередине И чуть Впереди Остальных Явно Старше Этой Небольшой Но чертовски Сплоченной Команды Ваши руки Сэр Оперным Басом Проговорил Он Доставая Стальные Браслеты Из кармана Да Сэр Пролепетал В ответ Толстячок Конечно Сэр И послушно Вытянул Перед собой Короткие Пухлые Ручонки Шагнул Вперед И совершенно Для всех Неожиданно Резко Пробил На скачке Боковым Слева Абсолютно Несерьезный С виду Кулачок Угодил Точно В челюсть Блондину Тот Еле Слышно Хрюкнул Ноги Подогнулись И брутальные Потомок Викингов Медленно И печально Осеннему Листу Подобно Опустился На мокрый Асфальт Дернулся И затих Толстячок Подпрыгнул Как мячик И еще раз Пробил Ногой На сей раз По коленному Суставу Рыжеволосому И сразу Добавил Ему же Согнувшемуся От боли Сверху Со всей Дури По загривку Бодрат Скочил В сторону И оказавшись Напротив Обалдевшего От такого Хамства Считанные Секунды Лишившегося Воинства Чернокожего Начальника Влепил Ему С ноги Туда Откуда У того Самого Росли Ноги Совершив Все эти Противоправные Абсолютно Неполиткорректные Действия Вернулся К своей Машине Принял Классическую Позу Задержанного Ноги Шире Плеч Руки Шире Ног Голова На капоте И стал Терпеливо Ждать Когда же Его Начнут Бить Продолжение следует